Израиль неожиданно рассекретил подробности операции, которую провел в 2007 году. Оказывается, тогда его авиация разбомбила в Сирии строящийся атомный реактор. Зачем это было сделано и каких опасностей удалось избежать, выяснял наш ближневосточный корреспондент Сергей Услендер. На иврите операция называлась «Михуца-Кувса», если по-русски «разрыв шаблона». За несколько лет до этого израильская разведка МОСАД установила, что Сирия налаживает активные контакты с Северной Кореей. Разведчики предположили, что эти два государства могут сотрудничать только в двух областях – ракетные и ядерные технологии. Примерно год длилась тайная операция, пока спецслужбы не установили окончательно. При поддержке Пхеньяна Дамаск строит атомный реактор для военных целей. В Вене агенты МОСАДА нашли доказательства в компьютере одного из главных чиновников Сирийского атомного комитета. Там они установили в его компьютере какие-то системы или программы, которые, естественно, могут передавать информацию. И скачали из его компьютера сюда все данные. Эти данные были представлены всем аналитикам в Израиле. Они пришли к единому мнению и в разведке, и в МОСАДе, что да, Сирия строит реактор. Среди прочего выяснилось, что реактор почти готов. Вот-вот начнется загрузка активной зоны, и тогда бомбардировка станет невозможной из-за чудовищных последствий, которые она может вызвать. Было принято решение наносить удар. Опыт имелся. В 81-м ВВС уничтожили строящийся ядерный реактор в Ираке. Полтора месяца летчики тренировались в уничтожении некоего объекта на территории неизвестной страны. И лишь перед вылетом им сказали, что именно они будут бомбить. Ударная группа состояла из восьми самолетов Ф-16. Их прикрывали истребители Ф-15. Самолеты радиоэлектронной борьбы ослепили радары сирийской ПВО. Цель подтверждаю. Атаку разрешаю. Принято. Атакую. Бомбы пошли. Подтверждаю поражение. Цель уничтожена. Вот две фотографии. Надписи на иврите. Слева цель до, справа цель после. Отчетливо видно, что здание совершенно разрушено. Сирийская ПВО на налет не отреагировала никак. В Иерусалиме опасались, что Сирия начнет войну. Но официальный Дамаск заявил, что израильтяне разбомбили сельскохозяйственный ангар. Однако анализы почвы, собранные агентами МОСАДА, показали наличие урана неприродного происхождения. Спустя несколько лет в Сирии началась гражданская война. И район, где находился реактор, был захвачен отрядами исламского государства. Можно только вообразить, какие последствия имели бы место, если бы ядерные материалы попали в руки террористов. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.